Всем привет! Сегодня у меня на обзоре такой смартфон как Honor 8s. У меня версия 3 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта своей. И сегодня я вам расскажу плюсы данного смартфона. Учитывая, что данный девайс бюджетный, то есть стоимость данного девайса примерно составляет 100 долларов, все-таки у него есть достаточно неплохие плюсы. И если вы рассматриваете данный смартфон к покупке, посмотрите это видео, и для себя решите, стоит ли покупать данный смартфон или стоит поискать что-то помощнее. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первый плюс, о котором я хотел бы поговорить, это корпус данного смартфона. Что я имею ввиду? Как мы можем заметить, у данного смартфона лоток не совмещенный, то есть он полноценный. Когда вы покупаете телефон, например, со совмещенным лотком сим-карта, вы должны чем-то жертвовать. Вы можете поставить туда две сим-карты или одну сим-карту и карту памяти. Это очень дико неудобно, потому что сейчас на данный момент у каждого пользователя есть как минимум два оператора. И все-таки 64 гигабайта своей памяти это может показаться достаточно. Но когда вы скачиваете пару игр, записываете, например, видеоролики и так далее, то есть память у вас, ну можно сказать, забивается очень и очень быстро. То есть у нас лоток полноценный, две сим-карты и карту памяти. Это очень большой плюс, поверьте вы мне. Также хочу заметить, что у данного смартфона есть 3,5 мм аудиоразъем. Почему это так важно? Потому что, как мы знаем, сейчас все производители стараются отказаться от данного 3,5 мм аудиоразъема. С чем это связано? Потому что, как мы знаем, производители все больше и больше выпускают беспроводные наушники. Но все-таки, у кого дома есть беспроводные наушники, ну можно сказать, есть. Но у кого дома есть проводные наушники, хочу сказать сразу, у меня где-то партак 10 проводных наушников. И, например, если вы играете в игру, конечно же, по проводу звук доходит очень и очень быстро, без каких-либо задержек. Как мы знаем, если вы берете беспроводные наушники, звук доходит примерно за одну секунду. И, то есть, это очень неудобно, если вы, например, играете. Также хочу сказать по корпусу, что у нас телефон выглядит, ну, на достаточно приличном уровне. Потому что сзади мы видим такую полоску. То есть, наш корпус разделен на две части. Это матовая часть и рифленая, да. То есть, в избежание механических воздействий, чтобы они не были видны, производитель сделал вот такой корпус. Ну, телефон выглядит достаточно-достаточно прилично. То есть, он не выглядит, как какой-то бюджетник 2000-х годов. Как мы знаем, сейчас данную компанию, данный бренд купили. И все-таки уже телефоны могут-могут сильно подорожать. Так что, мотайте себе на ус. Также к плюсам я могу отнести производительность. Как ни странно. Сердцем смартфона выступает Mediatek MT6761. Helio A22. Он у нас четырехъядерный Cortex A53. 64-битный, 12-нанометровый. Графический ускоритель выступает PowerVR G8320. И все это великолепие. В Geekbench 5 набирают 146 баллов в одноядерном режиме и 500 баллов в многоядерном режиме. Это не сильно хороший результат, скажу сразу. Потому что, как мы знаем, это даже бюджетный результат. Но пытался я установить Antutu. И почему-то у меня это не вышло. Хочу заметить, что данный телефон я испытывал в самые производительные игры на данный момент. Это PUBG Mobile и World of Tanks. Хочу сказать одно, что в тесте производительности результат мы видим, можно сказать, очень плохой. Но на самом деле вы можете играть в данные игры на минимальных настройках. Без каких-либо проблем. Без лагов. Без подтормаживания. То есть, скачиваем данные игры и играем. Конечно же, вы не увидите травы, никаких там эффектов и так далее. Но поиграть в самые производительные игры на 2020 год вы можете без проблем. Конечно же, во время использования данный смартфон показывает себя только с наилучшей стороны. То есть, никаких тормозов в использовании я не заметил. Третий плюс, я считаю, это экран данного смартфона. Технология экрана IPS. Как мы знаем, на данный момент IPS предпочтительнее к покупке, чем AMOLED. Потому что AMOLED экран портит ваше зрение. То есть, покупаем и пользуемся. 294 ppi. Соотношение сторон 19 на 9. Также хочу заметить, что размер экрана 571 дюйм. 720 на 1520 точек. Конечно же, разрешение экрана не актив, скажем прямо. Но это все сделано, чтобы телефон наш был намного-намного производительнее, чем конкуренты. Потому что, если бы тут разрешение стояло в Full HD хотя бы, то он бы был, можно сказать, в тормоз. А так, он достаточно неплохой смартфон. По поводу точек. Никаких точек вы тут не увидите. Присматривайтесь как хотите. То есть, разрешение экрана никак не мешает вам пользоваться данным смартфоном в одно удовольствие. Хочу заметить, что экран выглядит, ну, действительно на высшем уровне. Потому что вот эта капелька у нас имеется в вырез под фронтальную камеру. Да, рамочки, конечно, слева-справа-сверху у нас достаточно большие. И имеется логотип компании Honor. Внизу экрана. Но экран мне понравился. Углы обзора на хорошем уровне. Не сказать, что они идеальны. Потому что все-таки цвета у нас меняются. Матрица у нас бюджетная, учитывая цену смартфона. Но мне, ну, действительно понравился данный экран. Четвертый плюс, который я заметил в данном смартфоне. Это основная камера. Она у нас одна. Имеет 13 мегапиксель. Также имеется у нас вспышка. Хочу заметить, что данная камера делает в солнечную погоду достаточно неплохие снимки. То есть, если вы ищете телефон, ну, бюджетный. И чтобы можно было сфотографировать что-либо в солнечную погоду, данный девайс подходит на ура. Конечно же, если вы зайдете в помещение с недостаточной освещенности, данный телефон не покажет таких результатов. То есть, начинаются шумы, артефакты и так далее. То есть, в недостаточной освещенности данный телефон не используется. А в солнечную погоду достаточно неплохие снимки получаются. Но, видео, видео данный телефон снимает всего в разрешении 1920 на 1080, 30 кадров в секунду. Видео, как мы можем заметить, не такое хорошее. То есть, не стоит ждать, что вы купите данный смартфон и будете использовать его, например, в качестве YouTube канала. То есть, снимать свой YouTube канал или вести какой-то видеоблог. Нет, однозначно нет. То есть, это не топовая камера. Это не флагманское решение. То есть, вы тут однозначно не стоит рассчитывать, что вы получите какое-то идеальное видео. Оно неплохое, но оно не хорошее. Ну и последний плюс, о котором я хочу поговорить, это аккумуляторная батарея. Как ни странно. Она имеет емкость 3020 мАч. Сейчас вы скажете, ой, какая-то маленькая аккумуляторная батарея. Но учитывая не совсем мощную начинку, как я и говорил, и разрешение экрана данного смартфона, аккумулятор показывает себя только с наилучшей стороны. Три дня умеренного использования данный смартфон проживет просто, просто не напрягаясь. Два дня в хорошем таком режиме и один день просто можете уничтожать данный смартфон. Это очень хороший результат. То есть компания Honor действительно подумала и сделала очень сбалансированный смартфон. А покупать ли данный смартфон решать только вам. Хочу заметить, что у него есть как плюсы, так и минусы. Но все же за свою сумму он получился, ну, достаточно неплохим. С вами был канал ТехноУМ. Кому понравилось видео ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok